Сегодня мы узнаем, как стать бёрдворчером и где в Омской области лучше всего наблюдать за птицами. А выйдем в чат и отправимся на фестиваль моноспектаклей в Лицейский театр. Послушаем виолончель в исполнении всемирно известного музыканта Яна Максина и проведем свободное время вместе с экологом Сергеем Костревым. Из Чикаго в Омск под особой охраной. На этой неделе в объективы фото и видеокамер попал вот этот футляр для виолончели. Этот футляр дороже виолончели самой. Он уже со мной объездил земной шар. Сделан в Лондоне по спецзаказу. Футляр защищает путешественницу в багажном отделении, странницу виолончель. Перелетов у ее хозяина Яна Максина много. Только в прошлом году у всемирно известного американского виолончелиста было 200 концертов. США, Европа, Азия. И каждый город, каждая страна вдохновляют маэстро на поиск нового звучания. Они вместе почти 4 десятилетия. В 6 лет услышав филончель в записи на пластинке, Ян Максин влюбился в ее звучание. Обучение начал в России с 16 лет, продолжил в Америке. Одним из его педагогов был Мстислав Ростропович. Наставничество легенды мировой музыки во многом определило его жизненный путь. Но со временем на классике Ян Максин предпочел свой собственный исполнительский стиль. С детства занимался классикой на виолончели, но при этом параллельно играл на гитаре. На гитаре я играл рок, блюз, поп, джаз, все, что мог. И потом, только уже во взрослом возрасте, вдруг ко мне пришла идея, что это можно смешать на виолончели, что никто этого вроде и не делал. Необычное звучание привлекает не только слушателей, но и других музыкантов. Ян Максин выступал с Андреа Бачелли, открывал концерт «Стинга». Он сам часто приглашает музыкантов для совместных импровизаций. В каждый концерт Ян добавляет фрагменты народной музыки и обязательно поет почти на 20 языках. Для меня это началось как хобби в очень раннем возрасте. У меня папа всегда пел, у него было несколько таких огромных книжек, где рукописью или на старой машинке были отпечатаны тексты транслитом на разных языках. Когда я пою, я заучиваю все слова наизусть. То есть я знаю каждое слово, которое в каком-то языке, я скажем, на турецком вообще не говорю, но каждое слово я знаю, о чем это. До сих пор родная ему речь русская. После 30 лет, проведенных в Америке, в 2016 году Ян Максин впервые выступил на родине. С тех пор он живет в России по три месяца, каждый год. А в этом даже день рождения встречает на сцене весеннем Омске. Сегодня о своем свободном времени рассказывает эколог, общественный деятель, специалист по развитию городских общественных пространств и профессор Омского государственного университета путей сообщения Сергей Костарев. Обращаю внимание на фильмы, которые в своем кинематографическом таком подтексте очень интересны и необычны. Фильм «Мама с восклицательным знаком» – это важно. Дарина Ароновского, который библейский сюжет трактует на современный лад. Последний фильм Балабанова, который называется «Я тоже хочу», мне даже понравился российский сериал, недавно посмотрел, который называется «Обычная женщина». Они заставляют задуматься и какие-то ценности переосмыслить. Тот вызов, который мы перед собой можем ставить, он в этих фильмах очень хорошо, как правило, показан. Один на один со зрителем. Риск и вызов. Первым его принял Антон Зольников, актер Свердловского театра драмы. К слову, Омск для него навсегда первый. Здесь Антон начинал актерскую карьеру. Сегодня он привез моноспектакль «Хомо чудикус», поставленный по рассказам Шукшина. Есть «Хомо сапиенс», «Хомо люденс». На мой взгляд, Шукшин в своем творчестве просто выделил определенный тип людей, чудиков. Он действительно в чем-то ребенок, эти чудики – дети. Но в то же время вот эта детскость, она, конечно, намешана уже с жизненным своим опытом. И как в детстве этих людей окружают преувеличенно большие предметы. Время идет. Скамейка, словно часовая стрелка, отмеряет его ход. Но чудики так и не взрослеют. Даже в 60 они сохраняют самые лучшие детские черты – искренность, наивность, доброту и умение ценить каждый миг. А в другом говорили, ах, какая красота, какая красота. Он только ощутил вдруг глубейшее желание – упасть в них, в эти облака, как в вату. Для актеров это очень важный творческий процесс, такой стимул для развития. И способность взять какие-то новые вершины. Потому что в моноспектакле у тебя нет поддержки, у тебя нет товарищей. Босс одет в простую белую футболку и рваные джинсы. Он один. Он беззащитен перед десятками зрительских взглядов, которым просто больше не за что зацепиться на подчеркнуто пустой сцене. Из реквизита стул и без казгрока. Но этого Степану Дворянкину, актеру Омского драматического театра, более чем достаточно. Основа моноспектакля – знаменитая пьеса Евгения Гришковца, «Как я съел собаку». И в сравнении с эталонным авторским прочтением актер драмтеатра, кажется, не боится. Во-первых, мы абсолютно разные с ним люди, разного возраста, разных во многом, как я убедился, когда начал делать материал, во многом разных вкусовых предпочтений и жизненных каких-то обстоятельств. По-разному у нас складывается отношение к ним. Поэтому, мне кажется, нет смысла сравнивать. Для него это не монолог со сцены, а разговор по душам. Это истории из жизни, которые безошибочно бьют прямо в сердце. Это все про одного человека и одновременно про всех, кто сидит в зрительском зале. Потрясает в этих моноспектаклях всегда глубина актерской отдачи. То есть настолько поистине честное актерское творчество, что фестиваль полностью соответствует, как мне кажется, своему названию – чат. И вот эти месседжи, эти послания, которые актеры отправляют в зал, мне кажется, доходят до сердца. В фестивальной программе восемь спектаклей. Половину из них поставили сами лицеисты. А зрителям дали возможность проголосовать. Какая постановка займет место в афише. Для меня это большой праздник, этот фестиваль. Очень интересные спектакли, очень необычные. Жалко пропускать, поэтому каждый день здесь. Эмоции переполняют, потому что это трагедии человеческие. Эмоций было великое множество. От смеха до в каких-то местах даже до слез. Волнение организаторов, что фестиваль не найдет своего зрителя, оказалось напрасным. В небольшом зале лицейского ежедневный ошлаг. И в театре это считают лучшим подарком на юбилей. И уже планируют выходить в чат со зрителями регулярно, сделав фестиваль моноспектаклей ежегодным. Кстати, о птичках. На этой неделе мир отмечал Международный день пернатых. 1 апреля 1906 года была подписана Международная конвенция об их охране. В нашей рубрике ТОП-3 мы расскажем о том, где в Омской области лучше всего наблюдать за размахом крыльев. Итак, отправляйтесь в детский экоцентр. Здесь можно увидеть 77 видов пернатых. Это и декоративные птицы, и представители местной фауны. В том числе, занесенные в Красную книгу. Оказывается, в условиях неволи пернатые живут дольше, потому что в искусственной среде им не страшен ни холод, ни голод. Среди долгожителей экоцентра краснокнижный пеликан по имени Гаври. Ему 18, он умеет жонглировать палочками, а в его клюве с легкостью поместится до 3 килограммов рыбы. Громкое пение и яркий окрас. У пернатых брачный период, поэтому весна – лучшее время для наблюдения за птичьим флиртом. Правда, не все крылатые в это время миролюбивы. Черные лебеди, например, могут проявить агрессию и вряд ли подпустят к себе незнакомцев. А кто-то в птичьем царстве уже выводит потомство. Со строительством в Днездове обитателям экоцентра помогают сотрудники. Мастерить скворечники и синичники они советуют и садоводам. Самая полезная птица в саду и в огороде, которая борется с вредителями сада, то есть с вредными насекомыми, – это большая синица. За день съедает столько насекомых и их личинок, сколько весит самая даже больше. Продолжите наблюдение за пернатыми в природном парке «Птичья гавань». Здесь на территории в 112 гектаров обитают 97 видов птиц, включая перелетных. Скворцы и грачи уже вернулись домой. В этом году раньше обычного. Кстати, птицы, прославленные художником Алексеем Саврасовым, на известной картине изображены не совсем реалистично. На самом деле они не такие крупные, как на холсте. Но вернемся в «Птичью гавань», куда из Индии уже прилетели чайки-хохотуни, а из Средней Азии – серые цапли. Уже в начале апреля компанию составят чилисы и кулики, а в мае вернется гроза чаек, болот и лун. Тогда же в природном парке начнут проводить экскурсии, а за птицами можно будет наблюдать с 12-метрового маяка. Верт-вотчерам стоит заранее подумать о хорошем бинокле и фотоаппарате с большим зумом. Наблюдение за птицами – это не сиюминутное такое увлечение, а такой длительный процесс. Поэтому, если человек хочет увидеть птицу, понаблюдать, то необходимо время, сосредоточенность. А вот чтобы увидеть африканских страусов, совсем не обязательно ехать на другой континент. Экзотические птицы давно обосновались в Омской области. К сибирскому климату страусы адаптировались достаточно легко. Оказывается, эта птица неприхотлива в содержании. Разводить их намного проще, чем коров и поросят. Все, что нужно заморским пернатам – около 2 килограммов корма в день и просторный загон. Даже уборку в вольерах можно делать раз в 3 месяца. Страусы аккуратны и чистоплотны. На память о посещении фермы можно ввести с собой страусиное яйцо или перо – символ истины и справедливости. Парк имени 30-летия в ЛКСМ теперь парк юрского периода. С понедельника там открывается выставка динозавров. В середине недели певица Зара привозит в Омск душу. Так называется концертная программа, в которой прозвучат романсы, этнические композиции и эстрадные хиты. В арт-резиденции расскажут, как стать топ-моделью за одну фотосессию на бесплатной лекции фотохудожника Татьяны Романенко. В прокате на этой неделе боевик Хеллбой. В этот раз герою предстоит побывать на родине. Хеллбой отправляется в ад. В пятницу музыка японских аниме. Оркестр под управлением дирижера из Китая исполнит темы из фильмов Хаяо Миядзаки. В субботу можно проверить свои знания в Великом и Могучем. Тотальный диктант пройдет на 10 площадках по всему городу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова